Шалом дорогие друзья! В понятиях и в принципах ценностей жизни, насколько у каждого народа, у каждой страны они становятся одинаковыми, и насколько сейчас выходит на более актуальную степень понятия скромности, которые из древних, 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 древних времен, со временем, когда еще была дана Тора, были даны еврейскому народу. И насколько вы с вами должны быть осторожны в следовании этим законам, этим традициям и передачи их нашим детям. Возратор Шем, сегодня продолжим. Есть три уровня. Мы с вами говорили о том, что запрещено мужчине. Самая главная черта скромности это, что мы должны поставить судей над своими воротами, и одни из ворот это наши глаза. Мы должны следить за скромностью своих глаз. Каждый человек сам по себе не кого-то обязывать, а самого себя непосредственно каждый должен обязывать. И даже если мы с вами послушали эти Аллахот, это не для того, чтобы указать кому-то, вот ты так должен сделать, вот ты настолько святой, и ты должен смотреть за своими глазами, а я нет. Нет, эти законы непосредственно для того, чтобы каждый из нас, и даже я, преподавая эти законы, делаю это для того, чтобы прежде всего самому укрепиться в них. Самому, потому что каждый человек, который укрепляется, тем самым вокруг меняет, меняет все свое окружение. Это происходит автоматическим образом, это чудо Торы и законов изучения Торы в Изратоши. Так, запрет смотреть, рассматривать женщин для мужчин, он разделяется на три уровня. Самый, самый тяжелый из них, самый серьезный из них, это рассматривание с жаждой. То есть, когда человек смотрит, и у него появляется жажда приблизиться, и все его мысли заняты этой замужней женщиной, или он там женат сам, и смотрит на других женщин. Неважно, то есть, есть проблема рассматривания с жаждой. То есть, не приближайся, про это сказала Тора, не приближайся, чтобы открыть наготу ее. И говорит про это Рама, Юрадея, Шуханаруха, Юрадея, 157-й Симан, Сейф Алиф. Именно эти законы, они входят в разряд тех, которые отнесли наши мудрецы к тем законам, умри, но не приступи. Именно вот этот уровень рассматривания, это как раз ходит именно в этот раздел. Трактат Сан-Хедрин, 75-й лист, Амуд Алиф приводит историю, что один человек настолько влюбился в замужнюю женщину, что прямо от любви заболел. И обследовали его врачи, он был богат, и нанял лучших врачей. Обследовали его, все сказали, это от любви, это от того, что он влюбился. Единственное, что ему нужно, единственное лекарство, это общение с этой женщиной. Обратились к мудрецам, сказали наши мудрецы, даже если он будет стоять на одном берегу, а она будет стоять на другом берегу. Даже если сделают перед ними перегородку, между ними, и сможет он перелезть к ней, мы все равно запрещаем, все равно запрещаем ему с ней разговаривать. Настолько, насколько тяжелый запрет, друзья, что это вредит человеку непосредственно, самому мужчине. И вот этот уровень рассматривания жажды входит в уровень умри, но не приступи. Второй уровень, это когда человек смотрит, и он думает об этом, смотрит, думает, желает. Если даже не думал о грехе, но все равно он постоянно это делает, еще раз смотрит, еще раз думает, еще раз хочет посмотреть, и еще раз об этом думает. И это, сказали наши мудрецы, это тоже второй уровень запрета, насколько человек не должен этого сделать, должен от этого, этого должен остерегаться. Остерегать свои глаза, чтобы не нарушить велотатуру, что не следуйте за вашими глазами и за вашими сердцами, чтобы не прийти к духовной нечистоте, что человек, который приходит мыслями, он мыслями может грешить и тем самым прийти к духовной нечистоте, в частности ночью, поэтому мы читаем Маистра Эль вечером, перед сном. Третий уровень, смотреть, чтобы наслаждаться, смотреть, чтобы наслаждаться красотой, даже если не как женщиной, а просто красотой, посмотри, какую красоту создал Всевышний в этом мире, посмотри, как она красива, как она не как женщина, а как создание природы. Даже на этом уровне запрещено смотреть на чужую женщину, замужнему мужчине или мужчине, неженатому на замужнью женщину. На практику, на практику есть у нас Гемораз Сота, восьмой лист Амуд Алиф, где написано, что Ецерара приходит и захватывает только то, что видят наши глаза. И говорят наши мудрецы, Медрад Шраба сказал, сердце и глаза, это компаньоны, это они посредники греха, и поэтому нужно быть с этим очень осторожным. Надо понимать, что видят глаза, сердце увлекает, желает, и каждый человек, кто в этом остерегает свои глаза, и чем больше он остерегает, тем лучше, и называется такой человек, по утружению нашим мудрецом, святой человек. Есть случаи, когда может смотреть, конечно, если он видит вещь, о которой он общается с женщиной. То есть, например, если кровину пришли с вопросом, он видит этот вопрос, а не видит женщину как женщину. То есть, что это имеется в виду? Что мысли не увлекут его об этой женщине, тогда он может с ней разговаривать. Но любой человек, который знает, любой мужчина, который знает, что разговаривает с женщиной, тем самым его глаза, его мысли увлекут его в недобрые вещи, в нехорошие вещи, то должен остерегать себя и не должен смотреть, не должен разговаривать с чужой женщиной. Даже если написал, написал Шут Яби Омер, Рава Диосеф, Зихор Гебраха, что даже через зеркало, даже через зеркало смотреть мужчине на женщину запрещено. Даже если ему 60-70 лет, он уже не молодой, уже без сил, то в любом случае, Ецерара, Энн Абатропус Ля Раёт, Ецерара, он всегда, всегда, при любом возрасте, при любом состоянии может захватить человека и заставить сделать недобрые вещи. Дай Бог, чтобы Всевышний защитил нас с вами, друзья, от всяких недобрых вещей, в заслугу того, что мы с вами учим эти уроки, в заслугу того, что мы распространяем эти уроки, в заслугу того, что мы изучаем и обучаем наших детей без анатыша. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова